на протяжении большей части истории екатеринбурга во второй половине 18 век и в 19 веке образ екатеринбурга определяла его купеческая элита которая составляла основную часть городской элиты и руководила и управляла городом многие кто гулял по центру нашего города видели особняк харитоновых расторгуевых который стал символом уральского купечества семья расторгуевых поднялась на водочных винных откупах и расторгуев будучи убежденным старообрядцем выдал своих дочерей за две крупные старообрядческие фамилии за харитоновых и за семью георгия зотова знаменитого управляющего верхсесецкого завода будущего управляющая кассинских и кустинских заводов в это время период золотой лихорадки в екатеринбурге когда уральские купцы искали золото как собственно самом урале так и отправляли экспедиции в сибирь в первую очередь на берега реки енисей где они находили золото которое потом привозилась сюда и собственно через екатеринбург отправлялась казну русского государства на базе золото добычи здесь в городе был создан и и крупные финансовые банки в первую очередь это уралосибирский торговый банк чья головная контора находилась здесь в нашем городе ну а потом она переедет собственно его санкт-петербург это один из крупных банков страны здесь на урале руководил им известный уральские купец я захарович маклецкий чей зал построенный им концертный зал зал маклецкого до сих пор является украшением улицы первомайской их мы видим печать маклецкого а также его ключи об сейфов уралосибирского торгового банка самые ценные вещи конечно это ключи поскольку они открывают сейфы где хранится самая большая сокращенность ценные бумаги и векселя также помимо уралосибирского торгового банка существовали и волшко-камский банк и конечно же городской общественный банк организованный екатеринбургской городской думой но первые свои капиталы уральские купцы сделали вовсе не на золоте большинство уральских купцов являются выходцами из села шортаж крестьяне села шортаж думали куда направить свою энергию свой предпринимательский дух все что было связано железным производством было уже поделена между крупными игроками такими как демидовы или строгановы кроме того все это требовало больших капиталов которых у них не было и находилась под приственным взглядом властей а большинство крестьян шортажа были старообрядцами и внимание властей было вовсе не нужно и тогда они начинают заниматься переработкой продукции сельского хозяйства в первую очередь мукомольным делом и с золотопиным делом именно это даст уральскому купечеству его стартовый капитал и его знаменитые богатства на берегах реки и сети и притоков строятся многочисленные мельницы в которых зерно как собственно из екатеринбургского уезда так и из южных уездов пермска губерния очень шадринского уезда будет перемалываться муку потом эти мельницы концу 19 века превращаться в огромные индустриальные предприятия которые сейчас сохранить до сих пор это симановская мельница и первушинская мельница эти мельницы имели даже свои лаборатории например здесь мы видим пурку для определения качества муки и качества зерна подобные пурки были на лабораториях как симанова так и первушина вот мешок кстати от муки из мельницы первушина вторым источником богатства уральского купечества стало салатопенное дело из средней азии из казахских степей из башкирских степей сюда в екатеринбург гнали скот в основном это были быки бараны иногда козы и здесь их забивали и перерабатывали на солонину шкуры и конечно же сало стеариновые свечи стальные свечи сделанные здесь в екатеринбурге расходились по всей россии и даже западной европе всего на пике расцвета этого бизнеса здесь в городе было более двадцати салатопенных заводов не зря известный уральский писатель дмитрий накидж моим сибиряк говорил что городом руководят мучные мешки и бараньи кишки именно екатеринбургское городское купечество составляло основу городской власти большинство как городских глав так и депутатов городской думы составляли именно выход из крупных купеческих семей мы с вами сейчас находимся в музее который располагается в здании бывшей городской думы где проводились ее заседания и откуда почти сто лет городская дума управляла нашим городом здесь мы видим медали посвященные екатерине второй в том числе медали участнику уложенной комиссии именно екатерина вторая подарила сетскому заводу статус уездного города и через жалобную грамоту городам оформила ту структуру власти который будет екатеринбурге и в других городах почти сто лет вплоть до великих реформ александра второго здесь же мы видим вексель выпускаемый екатеринбургом для пополнения своей казны и портрет последнего городского главы александра истафевича обухова а также список избирателей поскольку в городе существовал имущественный ценз и было несколько курий по которым можно было выбирать и быть избранным состав городской думы далее мы можем увидеть вещи из семей екатеринбургского купечества здесь ставлены вещи из семьи тарасовых многие кто гулял по набережной нашего города со стороны резиденцию губернатора видео и нам с резиденцией каменный особняк купцов тарасовых на котором почти сто лет проживала три поколениям этой семьи семья сделала свои капиталы на добыче золото то есть были золото промышленниками и здесь мы можем видеть предметы которые бытовали в этой семье почти сто лет у разных поколений это и вещи 18 века шкатулка архангельского производства и знаменитая олоницкая кость это и очень ранее уральский поднос написанный в талице в середине 18 века это и западноевропейский фарфор начала 19 века и конечно нельзя не сказать о последнем представителе этой семьи известном думизмате которому наш музей обязан коллекции монет которые он завещал музею вуале ниже мы можем видеть вещи из семьи купца коробкова коробков был скандальным главой города это свадебный гардинутур по случаю бракосочетания его дочери на родственнике демидовых помещений толстикове ну и собственно икона которая его дочь передала церкви после смерти своего отца большинство екатеринбургских купцов выходцы из села шортаж были старообрядцами старообрядцами были самые известные купеческие семьи например семья харитоновых и расторгуевых здесь мы видим иконы из молельни льва ивановича расторгуева в том числе святого льва покровителя льва ивановича расторгуева а также знаменитая икона написанная в иконописной мастерской богатыревых принадлежавшие купцу баландину заказана она была по случаю обретения им богатых золотых приисков на реке енисей